Я прочитаю из книги «Деяния апостолов» из 2 главы небольшой отрывок. Для того, чтобы было понятно, о чем идет речь, коротко перескажу. Может быть, кто-то здесь не читал Библию или забыл это место. Был такой день, называется День Пятидесятницы, когда Дух Святой излился на церковь. И это был как раз праздник еврейский. Очень много народу собралось в Иерусалим и увидели, что люди одной национальности в количестве 120 человек примерно говорят на родных, для тех слушающих, иностранцев, языках. Это было удивительное событие, и апостол Петр, один из тех, который говорил на этих иных языках, стал проповедовать и говорить, что это такое. И оказалось, в конце концов, мы читаем Деяния 2 глава, 36 стих. «Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли». Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи-братья. Петр же сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Апостол Петр объяснил им, что это есть излияние Святого Духа, которое стало возможным благодаря тому, что Мессия пришел в свой народ, был распят, пролил кровь за виновных, сам будучи невиновным, и теперь получили они дар Святого Духа, и апостолы, и вот эти люди, если покаятся. Я хочу обратить ваше внимание на то, что апостол Петр говорит всего Иисуса, которого вы распяли. Это очень серьезное заявление, и 37 стих говорит, что, услышав это, они умилились сердцем. Здесь, не знаю, почему переводчики синодального текста так сгладили вот это слово, потому что умиление, когда я слышу слово умиление, я представляю бабушку, которая видит своего внучка, может быть, он дарит ей подарок, может быть, этот внучек сложил ручки и молится, дорогой Господь, в первой своей жизни о молитве, и на лице бабушки появляется такая умилительная улыбка, и вот это и есть умиление. Умилился. Трогательная картина, трогательный сюжет. Вот услышать, что я распял невинного, и при том мессию, и как-то там умилиться трогательно, ну, как-то слабенько. В греческом тексте здесь стоит слово, в корне которого содержится слово проколоть, пронзить. То есть эти люди были пронзенные, то есть сердце их этой проповедью, этой фразой «вы» распяли, буквально было проколото. Я думаю, что в этом содержится очень важная мысль, потому что, как говорит апостол Яков, мы все много согрешаем, мы все много согрешаем. Но есть такие согрешения, которые человек делает, я надеюсь, что среди нас таких нет, он делает это, зная, что это грех, и хочет это делать, и не собирается это оставлять. Другой, которых может быть немало среди нас, понимает, что это неправильно, что это плохо, но мало что может с этим делать. Применяет разные усилия, молится, обращается к пастырям, к братьям и сестрам, знает, что плохо, не может совладать с собой, и это вторая проблема. Третий случай, когда человек не осознает, что он делает. В книге притчей в 30 главе, 12 стихом написано, «Есть род, то есть люди, тип людей, который чист в глазах своих, тогда как не омыт от нечистот своих». Те, у кого есть возможность посмотреть оригинал, чтобы еще больше впечатлиться этим текстом, обратитесь к оригиналу. Такие возможности сейчас есть. Но вот здесь, смотрите, говорится о людях, которые в своих глазах чисты, но по объективной оценке автора книги притч, по объективной оценке Господа, они не очищены от нечистот своих. Есть ситуация, при которой мы согрешаем, и может быть даже тяжко согрешаем, и не подозреваем о том, что это делает. Вот эти люди, к которым обращается апостол Петр, относились как раз к такой категории. Мессия, другое слово для Христос, был очень желанной личностью. Израиль сотнями лет мечтал о том, что придет кто-то, кто избавит их от вечного гнета, рабства. Кто-то понимал, чтобы избавиться именно от греха прежде всего. Они знали, что это будет потомок Давида, что благодаря ему Израиль станет тем, чем ему назначено быть. О нем пели каждую субботу в синагоге. О нем пели прекрасные, великолепные левицкие хоры на больших праздниках в храме. О нем говорили в бедных еврейских избушках, когда кушали свою скудную трапезу и знали, когда-то придет Мессия, и жизнь будет совсем другой. Это была национальная мечта, главная мечта каждого еврея. Они все ждали его, и с каждым десятилетиями, столетиями это ожидание нарастало. И были пророки, которые напоминали об этом, и даже во время рождения Иисуса Христа, мы знаем, были пророки, которые говорили о приходе его. И представляете, это мечта, тот, которого ждали, о котором во приход лелеяли в своей душе. Прошло несколько лет каких-то событий в этом народе, в израильском народе, в этой стране, и приходит человек, который очень убедительно, архиубедительно говорит, вы распяли того, которым мечтали. Это действительно прокалывает самое сердце. Это как будто ты жил в каком-то своем пузыре, разноцветном, мыльном пузыре, ты видел какую-то свою действительность. Сейчас такое происходит, когда люди одевают шлем и видят другую действительность, другую реальность. И кто-то приходит и прокалывает этот шар. И оказывается, ты сам, того не зная, наделал ужасные вещи, пока жил в своей собственной действительности. Это не просто заявление какого-то человека. Смотрите, эти люди сразу же поверили, потому что Дух Святой сопровождал проповедь апостола Петра. Не в убедительных словах человеческой мудрости, но в действии сердцеведца Духа Святого сопровождалась эта проповедь, и этот пузырь лопнул. Это очень больно, это очень больно осознать, чем ты занимался эти годы, что ты сделал в своей жизни, что ты пришел к совершенно обратному результату, нежели к тому, к которому ты хотел прийти. В отличие от тех людей, которых мы сказали, одни любят грешить и грешать, другие не хотят, но не могут справиться. Эти думали, что делают все правильно, и потом пришло это жуткое, крайне болезненное осознание, что я натворил большое зло. И они естественным образом обращаются к тем, как они считают компетентным лицам, они говорят апостолам, что нам делать. Почему они обращаются к апостолам? Потому что апостолы не жили в этом пузыре. Они не жили в чуждой действительности, потому что это были люди, которые узнали Иисуса. Когда Иисус говорил им, за кого почитайте меня, они сказали, ты Христос, Сын Бога Живого. В то время как огромное количество людей, в то время таких, как и очень уважаемые, и авторитетные, и руководящие, не могли понять, эти люди знали, кто он такой. И теперь они вправе сказать, что теперь делать дальше, чтобы снова мне в моей жизни не войти в какую-то неправильную, разноцветную, ложную реальность и снова не наделать того, от чего будет, как будто бы нож вонзается в мое собственное сердце. Наша страна несколько десятилетий жила с 17-го года по 87-й, примерно, почти ровно 70 лет в своей действительности. И когда, наконец, Господь что-то сделал, куда люди пошли? В основной своей массе они пошли в церковь. К тому меньшинству, которое в течение этих десятилетий продолжало видеть правильную действительность, над которыми смеялись, в лучшем случае, в худшем их садили в тюрьмы и расстреливали. И они оказались правы, в то время как миллионы людей верили в утопию, в то, чего никогда не будет, никогда не произойдет, и чему невозможно быть на этой земле, какая-то маленькая кучка людей в этой стране знали, что Царство Божие возможно только у Бога. Рай возможен только у Бога. И новый человек может стать новым только благодаря воздействию Святого Духа на сердце человека, благодаря новому рождению. И когда лопнул этот пузырь, люди пошли туда, к тем людям, которые не обманулись в течение этих десятилетий, которые за эту правду готовы были заплатить свободой, жизнью, даже расставанием с семьей, они готовы были заплатить, потому что знали, что это есть правда и действительность. И сейчас от того, что мы веруем в Господа Иисуса Христа, от того, что мы крестились водным крещением, от того, что мы крещены Духом Святым, можем ли мы успокоиться, можем ли мы сказать, что мы никогда не окажемся в таком положении, как эти люди. Никогда не придет в нашу жизнь день, когда как будто бы меч пронзит мое сердце, и я оглянусь на пройденный этап своей жизни и скажу, что я натворил, что я делал. Являясь я сегодня застрахованным от того, что кто-то оденет на мою голову эти очки, я стану видеть искаженной действительности и начну творить зло там, где я совершенно не хотел этого делать. Людям, которым я совершенно не планировал этого творить, самым дорогим и самым любимым для меня. Оказывается, эта опасность остается. Израиль был религиозной нацией. Мы с вами религиозные люди. Мы веруем в Бога, и они веровали в Бога. Но этот Бог говорил им и говорит нам, больше всего хранимого храни сердце твое. Сердце наше – это духовные глаза. Эти глаза могут ослепнуть, эти глаза могут видеть криво, и нам нужно наблюдать, говорит автор книги притчи, больше всего хранимого за своим сердцем, чтобы эти глаза, кто-то не взаимел власть над ними, не направил их в нужную сторону и не сделал так, что однажды мы будем кричать от дикой боли. От дикой боли чего мы натворили. Это очень серьезный момент, и я считаю, что нам нужно о нем задуматься. Вы знаете, когда сейчас расследуются какие-нибудь преступления, есть такое выражение, вы, наверное, слышали, совершенное в состоянии аффекта. То есть, когда у человека эмоциональное состояние было таковым, что он не давал себе отчета в том, что он делает. Верующий человек никогда не должен попасть в состояние аффекта. Верующий человек должен всегда жить в ясной, четкой, кристально-прозрачной действительности, что ослепляет нас. Вот об этом сегодня я хотел бы поговорить, потому что эти вещи, которые ослепляют нас, могут недооцениваться нами как опасность. Да, мы не хотели бы оказаться в числе тех, которые распяли Иисуса, но есть в нашем сердце вещи, которые нас к этому ведут. По факту они ведут нас к этому, но мы не придаем им значения. Мы не считаем, что это что-то действительно страшное. Два из учеников Иисуса Христа из ближайшего окружения, тот же самый Петр. Вы помните, что он попал в какое-то состояние, когда он не вещь, что несет. Он говорит, я не знаю Иисуса, я клянусь, что я не знаю его, я клянусь именем Иеговы, что я не знаю этого человека. Потом поет петух, и Петр возвращается куда-то обратно, из чего-то, в чем он до этого был, и понимает, что он предал своего самого дорогого друга, которому несколько часов назад клялся в своей верности. И, выйдя вон, написано, горько заплакал. То, что пережили его слушатели в день Пятидесятницы, когда-то подобно пережил и он. Мы знаем с вами о Иуде, о человеке, характер которого очень по-разному оценивают разные писатели художественных произведений, кто-то пытается его обелить, очень многие пытаются его обелить. Этот человек предал Иисуса Христа и двигался день за днем в этом направлении, предпринимал планы, интриги и так далее. И вдруг наступает день, когда он почему-то говорит, я предал кровь невинную, бросает деньги, ради которых это все сделал, и пошел и удавился. Совсем по-другому увидел то, что было до этого. Шел к какой-то цели, такой желанной, такой милой для него, и когда пришел туда, открылись глаза, и он понял, что это совсем не то, чего он хотел. Ближайшее окружение Иисуса. Прямо ходят день за днем с Ним и не защищены от того, нет какой гарантии, что ничего не произойдет с моим сердцем, если я не буду хранить его. Кто-то, может быть, слышал из вас свидетельства, что происходило в Руанде в 90-е годы, когда там было противостояние двух племен, Туци, Хуто и Туци. И потом, когда все закончилось, сотни тысяч людей были уничтожены, невинных людей. Вот эти убийцы говорят, мы не знаем, что с нами было. Мы не знаем, почему мы это делали. Германия – страна великих мыслителей, философов, место зарождения евангельских многих движений. подвергается влиянию человека, который говорит им, мы лучшая нация, есть люди второсортные, третьесортные, которых надо уничтожать. И кто чем быстрее их уничтожит, тем лучше. Миллионы людей поверили. Каждую неделю ходили в церковь. Кто-то читал Библию и поверили этому. Какая серьезная персональная ответственность за свое собственное сердце. Я хочу перечислить только несколько моментов. Просто перечислить, сослаться на Священное Писание, чтобы не быть голословным, чтобы мы увидели, какие вещи таким образом ослепляют нас и ведут нас делать то, от чего потом будет очень больно осознавать. Книга притчи, первый, может быть, в чьих-то глазах самый безобидный момент. 14 глава, 17 стих. Написано, «Вспыльчивый может сделать глупость, но умышленно делающий зло ненавистен». С одной стороны, автор этих слов показывает разницу между человеком, который действует в состоянии, как мы говорили, аффекта, и тем, кто долго, планомерно шел к чему-то. Да, этот человек намного хуже. Но вы знаете, вспыльчивый человек делает глупость. Слово «глупость» в нашем обиходе сейчас достаточно такое безобидное. Ну, сглупил, купил в два раза дороже чего-нибудь или гнилую машину. Ну, сглупил, сглупил. Если вы будете читать книгу притчи, вы увидите, что слово «глупость» не такое уж и безобидное в этой книге. Оно очень, очень под собой подразумевает нехорошие вещи. И смотрите, вспыльчивый – это человек, которого очень быстро можно завести. его чувства подавляют его разум. Верующему человеку должно иметь такой темперамент, который похож на сырые дрова. Кто-то, если топил когда-нибудь печку с сырыми дровами, знает, как велика эта мука. И представьте себе, вы достали топляк из реки, он весь пропитался там за годы, может быть, водой, и вы пытаетесь зажечь. В некоторых семьях муж или жена – это такая зажигалка. А у их супруг – это такой сырой топляк. И все так благополучно. Знаете, та зажигалка что-то там зажигает, а этот топляк как плыл, так и плывет. Вот такой темперамент. Родители так воспитали, от рождения что-то там унаследовал где-то, осветился там где-то что-то. Вообще здорово. Того взад-перед там эмоции носят, а этот как держал, курс так и держит. Но некоторые супруги такие старательные, они берут паяльную лампу и говорят «Я тебя высушу». И они годами сушат это бревно, потому что ничего не будет, никуда не денется, разводиться верующим нельзя, все равно изменять нельзя. Значит, буду сушить, у меня характер такой, от прадедушки достался. И вот палит этот топляк и палит. А этот топляк где-то молиться перестал. Вам немножко странно, что топляк в положительном смысле, просто так, для оригинальности может быть. Молиться перестал, с речки выскочил и смотрит это та другая половина что-то закоптила и задымила. И говорит «А ты что-то стал себя вести как я раньше». Много постарался, много постаралась подсушить своего супруга и вдруг горел раньше один пыхтел, теперь два горят пыхтят. Раньше один обижался, теперь два обижаются. Раньше один раздражался, теперь два раздражались. Поздравляю с победой, дорогая сварливая жена. Добилась от своего теперь действительно два сапога пара стало. А ведь когда-то он или она такие были терпеливые, столько покрывали, но если ты не обновляешься от милости Господа в Духе Святом, если ты снова не увлажняешь свое сердце, когда-то эта зажигалка и зажжет. И очень плохо это все. Но вы знаете, здесь речь идет о человеке вспыльчивом, то есть эмоции захлестывают человека и если тот, которому противопоставляется этот пример, умышленно делает зло, то этот значит не хотел. Мы можем смотреть на свой характер, на свой темперамент, как на какую-то мелочь. Ну такой я человек. Вспыльчивый делает зло, которого не хотел делать. И когда остынут эмоции, он оглянется назад и может увидеть, что он натворил ужасных дел. Нельзя нам играться с нашей вспыльчивостью, нельзя ее оправдывать. Как сказал один брат, мы живем, потому что оправданы Христом, и гнев нас живет, потому что оправдан нами. Если же мы вооружимся против нашей вспыльчивости и нашей гневливости и объявим непримиримую борьбу, возможно, мы себя убережем от каких-то поступков, которых нам потом может быть очень больно. Второй очень важный момент, который слепляет человека, это зависть. Первая книга царств, 18 глава, 7 стиха рассказывается о том, как у царя Саула воспевали его помощника, военного министра Давида, и женщины, которые пели в простоте своего сердца, в своей такой собственной математике, насчитали, что Саул поразил тысячи, это очень много, но Давид десятки тысяч, а это еще больше. И когда Саул услышал эти песни, 9 стих говорит, с того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида. И 10 стих и было на другой день, напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем, а Давид играл рукою своею на струнах, как и в другие дни, в руках у Саула было копье, и бросил Саул копье, подумав, пригвожду Давида к стене, но Давид два раза уклонился от него. Зависть, лучший человек в его царстве, Давид, самый лучший человек, но Саул позволил зависти проникнуть в его сердце, ему не понравилось, что у кого-то что-то получается лучше, чем у него, и он стал преследовать самого лучшего в своем государстве человека. И что потом происходило? Дважды Давид доказывал свою лояльность, он создавал ситуацию, при которой Саул был на волосок от смерти, и Давид мог сделать с ним что хочешь, но он не поражал его, и в это время у Саула ненадолго открывались глаза, Давид, ты хороший человек, оказывается, но не расправился своей завистью, и эти широко открытые глаза также обратно захлопнулись. Зависть не мелочь. Я много раз говорил о том, что у нас иногда создается ощущение, что если за какую-то проблему он не отлучает от церкви, значит это не проблема, никого не отлучили за вспыльчивость, никого не отлучили за зависть, будем завидовать и будем пылить. Вот мы амнистируем в себе эти проблемы, что значит, что ты за червяк, ну и что, что мне дурно от того, что у кого-то что-то получилось, ну и что, мое настроение, моя депрессия, не лезьте в нее. Твоя вот это настроение, вот твоя вот эта зависть может таким привести делам, что потом меч проникнет в свое сердце от боли, что я наделал в результате этих действий. Еще есть одна важная вещь, которая ослепляет человека. В Евангелии от Марка в 4 главе 19 стихом есть такое словосочетание обольщения богатством. Когда человек начинает стремиться за земными благами больше, чем стремиться к более важным ценностям, обольщение богатством ослепляет. Матфей 16, 26 написано, что пользы приобрести весь мир, а душе своей повредить. Когда человек гипотетически, теоретически имеет возможность приобрести весь мир все земные блага и повредить своей душе, это действительно слепота. Ты что, ты земной шар весь приобрел, а своей собственной душе повредил, ты куда шел? И в Евангелии, вернее, в Ветхом Завете рассказывается об одном папе, странном папе, но этот странный папа, к сожалению, служит зеркальным отражением многих из нас пап. Третья книга Царь, 16 глава, 34 стих. Ахилл Вифилинин построил Иерихон. На первенце своем Авераме он положил основание его и на младшем своем сыне Сегубе поставил ворота его по слову Господа, который он изрек через Иисуса сына Навина. Город Иерихон был разрушен, предан заклятию и много лет назад один пророк сказал, кто восставит этот город на его основании, на сыне своем положит основание и на последнем своем поставит ворота. Это не значит, что он забетонировал своего первенца, нет. Это значит, что в течение этой стройки от начала до конца он потерял всех своих детей. Всем известно в Израиле это пророчество. Что это за мечта овладело моим сердцем, что это за город Пальм так овладел моей душой. Что это за такая идея схватила меня, когда я уже залил фундамент стен и вижу, что начинает исполняться пророчество и мой старший сын умирает. Наверное, так дальше и пойдет. И, наверное, когда я поставлю ворота, наверное, умрет и мой младший сын. Что-то за идея фикс движет мной, несмотря на все это. Обольщение богатством, город Пальм, комфорт, уют, защищенность, благодаря материальным благам. Они так стали много значить для меня. Сколько сегодня стоит в нашем городе огромных домов, которые строились для детей, но там нет ни одного из этих детей. Они им не нужны. А кто-то и жену свою потерял во время этой стройки. Обольщение богатством не безобидная вещь. И никого не отлучили за то, что чересчур увлекся длинным рублем. Никого. Значит, мелочь. Мамона это мелочь. Мамона слепит. Как говорил сегодня брат вначале, вы не знаете чему клайнетесь. Страшная вещь, когда в моей жизни появился чужой бог. Боги требуют детей. В жертву богам приносили собственных детей. И это идолопоклонство так поворачивает мозги, что мне почему-то не жалко становиться моих детей. Если не в физическом, то в духовном моральном плане уничтожаются сегодня. Эти дети, потому что я слеп. И потом я создал свою империю, построил город Пальм. И из этого города Пальм, Мерихона выхожу на кладбище, чтобы посмотреть вот эти несколько могил. Потому что я пошел упорно со своей идеей вопреки Господу. И последний момент, который я хотел бы сказать. Вы знаете апостола Павла, который в свое время был савлом. Это был человек, который шел против церкви, против Бога, которому он думал, что служит. И когда он встретил Иисуса Христа, и он ослеп, и написано помолились за него, и чешуя отпала от его глаз, когда он уверовал, это знак его слепоты до этого духовной. Шел против Бога, которому он думал, что служит. В чем была проблема савла? Это уверенность в своей правоте. Сколько сегодня воин? Я прав. Павел говорит, я неумеренный ревнитель был отеческих преданий. Вот так правильно, и я буду несмотря на что сражаться. Цитирую замечательные слова, очень известные одного советского диссидента. Он говорил, дьявол начинается с пены на губах ангелов, вступившего в бой за правое дело. Все превращается в прах и люди, и системы, но вечен дух ненависти в борьбе за правое дело. Но вот тут-то есть еще зависть и вспыльчивость там, и мамону легко разглядеть, но когда я брыжу слюной, да я правда, вот так надо, да я за справедливость, вот тут разглядеть дьявола так трудно. Дьявол и справедливость нет, это взаимоисключающие вещи, ой-ой-ой. Если настоящая справедливость с большой буквы и дьявол действительно несовместимы, ну у нас у всех урезанный вариант light. У нас своя собственная справедливость. И вот в этой справедливости, в нашей человеческой, собственной, субъективной, урезанной правде, дьяволу живется иногда, как у него в собственном аду в доме. А для нас слово правда, это уже все реабилитирует, все амнистирует, так же правильно, так же справедливо, и таких наделал делов. И потом, когда Господь является тебе на пути, и чешуя спадает с твоих глаз, ты говоришь, я от этой моей праведности, как Павел говорит, я ее подальше, как от мусора отказался, он говорит, я от своей правды, ради правды Божьей, которая настоящей. Очень хочу молиться с вами, братья и сестры, мне знакомо состояние этого прокола сердца. У меня были периоды, когда мне нужно было оглянуться назад и сказать, это чего же было такое в моей голове и моем сердце, чтобы так делать. Если мы каждый день будем молиться, обращаться к Священному Писанию, Бог будет каждый день показывать, где ты натворил глупости, и у нас не будет возможности уйти далеко. Если мы так заняты, чтобы читать Библию, так заняты, чтобы молиться, мы будем все больше и больше слепнуть. Только Священное Писание, молитва, общение с Божьим народом позволяет снова и снова снимать своих глаз эти очки и видеть верную действительность, идти верным путем. Помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok